В борьбе с эпидемией коронавируса активное участие принимают все подразделения Одесской Юрокадемии Международного гуманитарного университета. Работники высшего объединенного профтехучилища сферы услуг Юрокадемии ежедневно отшивают по 200 средств индивидуальной защиты. Еще недавно медицинская маска была доступным и дешевым товаром, но в разгар эпидемии это дефицит. Средняя цена в аптеке 20-30 гривен. Президент вузов, инициатор создания центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии, а также новой медицинской клиники Сергей Кивалов сегодня побывал на производственном процессе. Подробности в материале наших корреспондентов. В разгар общенационального карантина Одесская Юрокадемия продолжает работу, направленную на борьбу с эпидемией коронавируса. Уже не первую неделю сотрудники высшего объединенного профтехучилища сферы услуг Юридической Академии обеспечивают горожан индивидуальными средствами защиты. В день по 200 масок. Таков вклад училища в решение проблемы с жуткой нехваткой медицинских масок. Недавно Юрокадемия закупила для цеха натуральную хлопчатобумажную ткань, так что процесс будет продолжаться в безостановочном режиме. Передаем в разные учреждения, организации, во-первых, для себя, нашим сотрудникам, преподавателям, те, кто сегодня работает в разные пункты, в магазины, в больницы, в школы. Вот у нас в общежитиях живут студенты. Все студенты будут иметь вот такие маски. До момента, когда эта проблема стала массово освещаться в средствах массовой информации, с первого дня карантина наше училище по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, все сотрудники поддержали эту инициативу, мы начали отшивать маски защитные, которые еще на тот момент не были в таком большом дефиците, но уже на тот момент было прекрасно понятно, что государство своими силами не справится с таким спросом, который сложился на сегодняшний день. В этот момент, в это нелегкое время, еще раз мы поняли, насколько необходимо нам профтехобразование, которое находилось и находится сейчас не в наилучшем состоянии. Но благодаря тому, что мы являемся структурным подразделением Национального университета Одесской юридической академии, мы обеспечены всем необходимым. Как же происходит производство бесценных нынче медицинских масок? На начальном этапе огромный рулон ткани раскраивается. Дальше мы его раскладываем, обмиловываем, согласно стандартных размерах, которые необходимы для маски. Когда мы обмиловали, мы распределили, по сколько у нас идет раскладка, потом мы уже складываем ткань в несколько слоев и непосредственно уже вырезаем маски для дальнейшей работы. Потом подрезаются у нас резиночки, которые у нас там подрезаны, и мы выдаем уже как бы для тех сотрудников, которые уже прошивают маски. После того, как заготовка под маску вырезана, прямоугольник размером 27 на 30 сантиметров попадает в руки швея. На изготовление индивидуального средства защиты в среднем уходит 10-15 минут. Получаем раскрой, затем выполняем, здесь, конечно, сложное, затем мы обтачиваем, складываем лицо вовнутрь, обтачиваем края, одновременно вставляя резинки. Это так идет, идет, мы пооперационно работаем. Затем вот сейчас, вы видите, уже заготовки с вывернутыми краями, и окончательно уже последовательность обработки. Закладываем складочки и стачиваем носики вот такие для дыхания, чтобы создать воздушную подушечку, воздушное вот это пространство. То есть, в принципе, ну, трудоемкая работа, зато они качественные, чистая обработка, их можно стирать многоразовые. Изготовление медицинских масок – еще один вклад Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета в борьбу с пандемией. На базе юракадемии начнет свою работу Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, где будет работать колл-центр. А учебные аудитории Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета активно перестраиваются в палаты интенсивной терапии и изолятор. Свою волонтерскую помощь готовы оказывать студенты-медики. Самое главное, что это реальный вклад всего нашего коллектива в борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен всем, кто принимает участие. Вот Высшее профессиональное техническое училище, сотрудники этого училища, сферы услуг, они шьют такие маски. Медицинский институт Международного гуманитарного университета переоборудует полностью аудитории, лекционные аудитории, палаты интенсивной терапии. Я думаю, что каждый, кто сегодня имеет хоть малейшую возможность, он должен вести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Ранее университеты закупили 10 тысяч экспресс-тестов, приобрели 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептика, аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, десятки электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Президент ВУЗов убежден, в это сложное для города и страны время никто не должен оставаться в стороне. Решить глобальную проблему можно только объединив усилия.